здравствуйте друзья вопрос меня зовут никита 25 лет из украины город кривой рог по профессии я актер первой категории работающий в городском академическом театре имени шевченко женат супруга тоже актриса 8 мейка работаем в одном театре стажа работы у меня 8 лет что 17 лет что ли прошел переподготовку и повышение квалификации международной летней театральной школе имени калягина а в городе москва финансовая ситуация в стране очень напряженная а в театре особенно поэтому приходится работать еще на нескольких работах чтобы оплатить коммунальные услуги и пропитаться глядя на все это происходящее понимаю что нельзя заходить заводить ребенка в такой обстановке где моральность толерантность этичность культура и ментальность лишь в пьесах и в книгах в москву нет желания переезжать хочется начать все с чистого листа и в новом месте где не будет страшно ходить по улицам и не будет не будешь слышать от товарищей что у тебя через два дома убили молодую девушку за каких-то несчастных 10 долларов да на украине происходят страшные вещи у меня просто крик души ну как и всем нам как и всем хочется полноценной семьи не хочется чтобы новый человек терпел все тоже что испытываем мы ежедневно я имею опыт работы с детьми так как преподаю в местной театральной студии подрабатываю моя зарплата составляет 128 долларов зарплата жены 110 долларов это видимо в театре коммунальные услуги за нашу однокомнатную квартиру ежемесячный платеж 56 долларов цены на продукты напоминают заграничные планируем сейчас пройти усиленное обучение английскому языку путешествовать для создания базовой визовой истории а именно япония китай таиланд бали египет париж лондон италия кипр попробовать сначала подать визу в канаду а после в сша вообще на такие деньги то как-то даже странно дальше не разъездишься отводим на подготовку два года бюджет у нас маленький на нас двоих 15 тысяч долларов для переезда если еще продадим квартиру то плюс 8 тысяч долларов думали по приезду подаваться на политику и лучше посоветуете свой вариант ко мне вопрос нет я не знаю какую лучше визу оформлять туристическую какие варианты можете посоветовать но ребята вот с какой какую дадут это отдельно это я я не повезом конечно мечтаем попасть в голливуд и там сделать карьеру получив соответствующее образование но как говорится как повезет также помышляем закончить ваши курсы и получить новый опыт и квалификацию тем более что профессия тестировщик программного обеспечения перспективная на 50 лет это точно ну у меня такой уверенности нет честно я я не знаю даже что сказать ну дай бог лишней профессии и умения не бывает в жизни все пригодится посоветуйте в какой город или штат лучше нам первое время обосноваться так знаю что по специальности сразу не устроиться поэтому готовимся переквалифицироваться а вы наш надежда вот и господи понимаем что первый год нам придется работать нелегально и будет сложно но пусть будет так чем на украине страдать михаил прошу вас уделить свое драгоценное время для рассмотрения моей ситуации заранее благодарны и значит никита и мария друзья вы понимаете что отказать мы ним не можем наш корреспондент спешит на помощь значит первое что я хочу сказать что словами героя актера папанова из кинофильма бриллиантовая рука в нашем деле говорил он самое главное этот самый реализм реализм поэтому мы должны иметь дело с реальным миром тогда у нас все получится иначе если мы будем в мире фантазии находиться то ну тогда сложно тогда мы будем иметь дело с фантазиями это будет напоминать там дон кихота который пытался сметь с мельницы воевать если позвал что мельница может быть он там подорвал бы ее как-то а он же не знал он думал что это дракон какой-то и там рыцарь я сейчас уже запамятовал за столько лет так вот и давай там на нее с копьем скакать вот и и чем кончилось значит для того чтобы с реальным мир миром иметь дело они смельницы надо вот ну как бы поднапрячься и сориентироваться по ситуации значит ситуация первое состоит в том что вы молодые ребята и 25 лет совершенно потрясающий возраст и я так понимаешь что если вы 8 лет работаете уже то вы как бы труженики и привыкли впахивать и вас этим делом там не как бы сказать не удивишь да нет ничего страшного вы можете работать насчет голливуда тут понимаете история какая даже если человек обладает каким-то незаурядным талантищем и даже если он родился в сша и вырос в сша и всю жизнь занимался в каких-то студиях и да и участвовал в массовках и даже там несколько раз сфотографировался там со спилбергом или кем-то не менее известным там где-нибудь на фотографии и не знаю повесил там в инстаграме и это не значит что он понимаете сделает себе реально какую-то карьеру серьезную в американском кинематографе и если даже вы посмотрите на наших соотечественников но вот ну кто кто сделал карьеру в голливуде по серьезного я не имею ввиду там людей которые сыграли несколько ролей там может быть и даже как-то как-то так вот известный по чуть-чуть но вот чтобы вот у них голливуде была серьезная карьера серьезно поэтому в этом есть элемент какой-то без ухи как какого-то времени какой-то такой энергии может быть на небесах это должно как-то решаться понимаете поэтому я бы не сказал что это вопрос того что он просто вот если я буду трудиться идти к своей цели то я обязательно ее добьюсь давайте этом это не программирование на джаве давайте где вот можно трудиться идти к своей цели обязательно добиться это все-таки такая штука что на всех не хватает вот поэтому что тут можно сказать значит мы говорим периодически когда речь идет об иммиграции мы говорим о том что реализм начинается с того чтобы сказать себе иммиграция это не цель иммиграции это средство как только вы сформулируете цель у вас сразу отпадет очень много мусора всякого понимаете на наносного вот когда резюме там вот мы человеком говорим а у него там резюме такое и он там чуть ли не подвести профессия может работать и вот такой резюме никакой никуда его не воткнуть я бы давай напишем сверху чего ты хочешь вот так напишем тестер да или запишем программист или запишем программ менеджер и тогда как гребешком ты берешь гребнем программист этим гребнем вычесываешь там все что у него по написано и выясняется что 80 процентов ушло или там половина ушло но зато остается то с чем можно идти дальше там программиста программ менеджера там продакт менеджера и так далее то же самое у вас вы берете гребень своей цели и какая у вас цель у вас цель в общем то такая понятная выгодите я хочу жить как нормальный человек я хочу расти детей в нормальных условиях я не использую не я не хочу жить так как я живу я не хочу жить в мире который безнравственный аморальный там мы такой сикой там и так далее да я я не хочу жить в этом мире я не хочу уехать из мира который мне не нравится и где мало колбасы в мир где который мне точно также не нравится но там может быть чуть больше колбасы вот москву вы не хотите понятно это все понятно значит цель нормальная жизнь когда мы говорим наша цель нормальная жизнь тогда мы говорим а какие задачи мы решаем сначала цель потом задачи какие задачи надо решить вы говорите я хочу нормально жить вот скажем перес сша да это путь как бы потому чтобы жить нормально ну хорошо я принимаю я я согласен как бы вы на пути дальше как вы зарабатываете на хлеб если вы говорите себе я хочу работать по специальности то тут мы получаем не гарантию но почти гарантию того образа жизни которые вам сейчас опишу вы на очень длительный период времени попадаете в такую категорию людей которые получают какие-то несерьезные деньги они занимаются случайными или не обязательно случайными подработками нет не заработком а подработками они живут где-нибудь там в районе лос-анджелес они ходят на все прослушивания которые там есть а там постоянно идут прослушивания там есть массовки там есть массовки которые с разговором есть массовки которые без разговора вот и вас с удовольствием возьмут во все эти массовки иногда за съем в массовке платят по 400 по 500 долларов например может быть сейчас цены поменялись вот лет шесть-семь назад я с этим сталкивался мы тестировали программное обеспечение для организации вот этих вот массовок отбора кандидатов для массовок и там вот у нас бывало что вот люди из сан-франциско например могли на выходные махнуть в лос-анджелес чтобы посниматься в массовке у хорошего режиссера бывает что бесплатно может быть вы сначала бесплатно походите потом вам платить начнут но с учетом того что вы как бы актер и вы можете что-то такое более существенно продемонстрировать вот съемочный день там 400 500 долларов пожалуйста если у вас на неделе будет два съемочных дня например то вы соответственно там будете уже как-то и жить можно тем более вас же двое и вот вы будете вот так ходить и где-то у вас будет какой-то заработок чтобы точно знать что вы можете заплатить за аренд жилья там и основные свои расходы где-то вы будете ходить массовки где-то может быть вам предложат что-нибудь такое что может быть не в массовке а там я не знаю какой-нибудь фильм там про войну где будут кричать рус сдавайся будет кричать вам там какой-нибудь немец а вы высвинетесь из люка и будете качать там по-русски да русские не сдаются там что-нибудь такое вот и вот да за эту роль конечно больше денег платят и вот вот такая жизнь таких людей много это не только наши соотечественники это американцы очень многие вот они живут такой жизнью это уходит годы и годы и годы и в общем непонятно куда есть такой путь да вот вы как бы если будете держаться вот этой линии она есть она есть второй путь у вас такой вы говорите я буду искать как-то вот ну какой-то другой путь значит другой путь но хорошо вы говорите вот я там пойду тестировать программное обеспечение и в той мере в какой будет достаточно молодые оба ну там пройдет допустим пару-тройку лет значит вы придете вам будет 28 нормально хороший возраст все дела плюс вы актеры вы должны мастерски проходить интервью господи боже ты мой вот уж действительно то у кого проблем не будет я хочу сказать что у меня по ходу так сказать всей нашей работы за за многие годы было человек 5 или 6 профессиональных актеров в основном актрис кстати разных возрастов молоденьких почти не было точнее была одна на вид лет 28 оказалось 42 быть когда там уже на дело дошло травести там зайчики белочки там вот и эти люди вот у них столько сколько у них интервью столько у них офферов вот пошел на 5 интервью пришел с 5 офферами просто познали а те кто интересуется может быть вам взять какой-то курс там актерского мастерства если вы так боитесь оффер не получить в общем если вы еще раз душой к этому делу прилипните да не не то что вот вам надо зарабатывать ну куда деваться уже хрен с ним буду тестировать знаете так вы далеко не уйдете но если вам понравится у вас пойдет там все дела вот вы буквально за пару лет начнете вдвоем такие деньги получать что я уж даже не знаю и просто вам как бы начну завидовать значит при этом вы можете совершенно замечательно жить в лос-анджелесе там подешевле чем кремниевой долине а там проще сегодня искать работу чем кремниевой долине соотношение спроса и предложения намного лучше вот да ну я хотел сказать что у нас как раз вот не на днях я показывал девочку она из из-под житомира была девушка вот и она отучилась и уехала в лос-анджелес через неделю уже работала она у нас несколько раз снималась такая симпатичная молоденькая значит да там хорошо с работой вы можете жить в лос-анджелес вы можете работать зарабатывать и между делом таки доходить на эти все съемочные дела но по выходным как бы да там не там бывают съемки в воскресные дни тоже можете ходить похаживать вы можете открыть какую-нибудь там я не знаю школу для начинающих там звезд искусства учить их там немножко театральному мастерству например то есть вы должны будете конечно по как сказать получить терминологию там и так далее я я не так по судя по письму вы повышали квалификацию в москве но вы как бы не имеете высшего театрального образования что на самом деле неплохо все таки как бы советская школа она вообще русская школа она сильно очень многими вещами там но не суть если вдруг вам будет хотеться то есть вы может быть реализуетесь не столько через работу в голливуде в этом съемки в кино например как например вот работать со взрослыми может быть с детьми есть масса студий театральных для деток на русском языке там да они ставят какие-то там спектакли может быть вы в таком плане реализуетесь может быть вы не заработаете на этом много денег но у вас будет круг общение вот у нас тут кремниевой долине нет столько русских например но смысле русских имеется русскоязычной публики как например в лос-анджелесе это несопоставимо вот но у нас тут есть одна театральная студия для взрослых студии you называют театр you театр you пожалуйста есть такой есть детская студия театральная тоже они там замечательные совершенно вещи делать поэтому может быть может быть как-то через это если действительно вот такая профессия что она вас ну сожрала как бы так вот за душу схватила не отпускает и так далее ну замечательно почему же в теории я просто не знаю стоит ли об этом в теории может так случиться что вот вы начнете какую театральную студию она станет популярной скорее всего на вам надо будет ее ввести больше по-английски чем например там по-русски там лос-анджелес вообще город помешанный на голливуде также как например кремниевая долина помешана на технологиях стартапах там не знаю apple google microsoft facebook и так далее вот вот точно так же лос-анджелес помешан на этом деле туда стекается молодняк со всей страны и со всего мира люди которые мечтают которые бредят театром вот и колоссальный спрос на обучение и на макияж и на моды и на шмотки и на все что угодно это целый мир вообще вот то есть может быть вы себя в этом тоже как-то реализуете я не знаю поскольку я очень далек от этого всего мира и даже знакомых у меня особо нет чтобы так вот поговорить так что не знаю не знаю чего мы сказать но в общем то реализм друзья вот давайте мы так к реальному миру в реальном мире надо кушать в реальном мире надо деток растить и соответственно обеспечивать и может быть и домик неплохо иметь правда и собачку и сбережения какие-то и вот вы там на свои 250 долларов собираетесь весь мир объехать здесь вам так не удастся здесь на 250 долларов вы в лучшем случае съездите на один день в кремниевую долину и вернетесь обратно вот максимум вот а то и не хватит поэтому хочется попутешествовать там правда вас мексика рядом тут до гавайев рукой подать ну в общем да и на раз и в нью-йорк хочется и на раз там и в перу какой-то люди ездят с удовольствием вот я уж не говорю там про лондон париж там рим и так далее поэтому нужны денежки и и нужно получать удовольствие от жизни и как вам сказать если вы говорите себе вот это и мое главное в жизни удовольствие например театр я вот мне ничего не надо вот только театр лишь бы театр и так далее я боюсь что наступит момент когда вы скажете себе блин столько лет потерял и как бы нет рая в шалаше понимаете история какая-то какое-то время да какое-то время да пока вот такой романтический период отношений с театром туда-сюда а время идет становишься старше и люди вокруг куда-то движутся а ты вот все там и снова там и опять там и она не идет и ты вдруг понимаешь что имя тебе неудачник понимаете какая тяжелая судьба поэтому вы может быть легче в это дело пойдете если будете зарабатывать где-то еще что-то да и говорить себе у меня это хобби я люблю это зарабатывая вот тут а там у меня вот так и может быть у вас даже легче пойдет знаете вы будете в меньшей степени озабоченными а в большей степени получающими удовольствие когда удовольствие получаешь тогда и идет хорошо может быть так не знаю я я вас не знаю я только письмо вот прочитал и я понимаю что 25 лет такой возраст когда мечтает мечтательность присутствует еще конечно это не не 16 там 18 но все-таки конечно вы еще очень молодые но вы начинаете задумываться над взрослыми вещами вы начинаете задумываться о детях в каком мире они будут расти вы очень-очень взрослые задачи перед собой ставите поэтому вам тогда нужно потихонечку но не обязательно там в 26 лет уже рассуждать как будто вам 44 эти но потихонечку значит под взрослые задачи надо уже какой-то более взрослый инструментарий и и все то есть жить в контексте решаемые задачи они в контексте тех мечтаний понимаете не мечтаний фантазий в эти вот надо от фантазии уйти к мечте до к сильному чему-то такому что заставляет тебя действовать в этом направлении фантазии же не требует действий так пофантазировал вроде молодцом представил себя как ты в голливуде ходишь там все эти автографы берут звезда там на бульваре все шикарно ну в общем а дальше возвращаешься к своей жизни бежишь на подработку там в два места поэтому ребята чтобы у вас все хорошо сложилось желаю вам успеха и когда все получится приходите и расскажите у нас тут на канале как чего ну а если уже вам доведется у нас учиться так и тем более счастливо а